В грязях пересадка В грязях пересадка Но ведь я же не успею сдать в багаж! Ушаков, протискиваясь к крайнему вагону, увидел, как проводник поднялся на площадку и, погасив фонарь, не отвечая, притворил за собой дверь. В вагоне синие от табачного дыма. От свежевыкрашенных стен пахнет масляной краской. С полок несется душок дешевых папирос и гнусный запах чьих-то потных, давно не мытых ног. Вверху храп и сон, внизу курят и в полголоса разговаривают. Устроившись на третьем этаже, Ушаков закурил снова и, свесив голову, глядел, как куда-то назад уплывали огоньки станции. Мимо окна мелькали черные силуэты деревьев, и изредка, оранжевым мотыльком, порхала искра, выброшенная из паровозной трубы вместе с дымом. Баюкающие перестукивания колес располагало ко сну. Внизу кто-то монотонно рассказывал о прошлогоднем урожае и ценах на шерсть. Затушив папиросу, Ушаков натянул на голову полупальто и уснул. Через час его разбудили голоса. Чей-то волнующий знакомый голос тихонько нараспев приговаривал. «Как наш дедушка ермил, Много ершей наловил, Есть по четверти ерши, По две четверти ерши, Есть и вот какие, и вот эдакие». В такт мотиву человек шлепал рукой. Где-то захлебываясь, восторженно и звонко хохотал ребенок. Как только замолк голос, напевавший песенку, Другой детский голосок требовательно кричал. «Пап, папка, еще!» И снова назойливо и мягко ползливуши слова, Как и наш дедушка ермил, Много ершей наловил. Ушаков, не открывая глаз, вслушался, Стараясь по звуку определить, Кому из знакомых принадлежит Этот знакомый полузабытый голос. Память отказывалась прийти на помощь, Пересилив сонную лень, Открыл глаза. Внизу, широко расставив ноги, Сидел коренастый моряк И легонько подкидывал вверх Курчавую розовую девочку лет двух-трех. С добродушным смешком напевал он свою песенку про ершей, Наглядно показывая на руки их размеры. Из-под белой флотской фуражки Виднелись черные прямые волосы, А лицо его заслоняла собой фигурка девочки. С минуту Ушаков следил глазами За сильными волосатыми руками моряка, Без устали подбрасывавшими Вверх расшалившегося ребенка. Потом кашлянул и свесил ноги. «Ну не шали же, Тамарочка, бай-бай пора, Видишь, мы дядю разбудили, Обожди, обожди, а то он ушибет тебя!» Осторожно спустившись, Ушаков искоса глянул на моряка И удивленно поднял брови. «Владимир? Ты ли? Ух, бог мой, вот неожиданность!» Обнялись, расцеловались. Моряк, откинувшись назад и улыбаясь, Не выпускал рук Ушакова, Долго смотрел на него и качал головою. «Хм, тот же, тот же, Ничуть не изменился, Возмужал немного, а креп, Подумай, с семнадцатого года не видались, и вот, А ведь ты тогда был еще мальчиком!» С противоположной скамьи За ними с интересом Наблюдала молодая женщина. Моряк был чрезвычайно оживлен, Суетлив, Как будто чем-то слегка смущен. Сквозь шумную радость, Выражаемую им, Проскальзывала деланность, неестественность. Ушаков был холодно сдержан, Словно чем-то встревожен. «Угадываю, угадываю, Тот же подбородок, Те же глаза! Слушай, ты положительно не изменился, Разительное сходство с отцом! Я еще тогда говорил, Что ты на отца похож! Боже мой, Сколько лет мы не виделись! Восемь, восемь лет!» «Да, давненько!» «Что же я тебя не отрекомендовал?» «Мой двоюродный брат, Игнат Ушаков, А это...» Боряк театрально шутливым жестом Указал на сидевшую против них молодую женщину. «Мое семейство! Прошу любить!» Подхватив девочку на руки, Он раскатисто засмеялся. Женщина, подавая Ушакову руку и смущенно улыбаясь, Укоризина проговорил, обращаясь к моряку. «Ну зачем же вы воете в заблуждение?» Ушаков, не обращая внимания на ее слова, Пожал узкую холодную руку и снова повернулся к брату. «Откуда ты и куда?» «Выражаясь языком моря, Снялся с якоря, И держу курс на Москву, Но обо мне после!» «Как и что ты? Где служишь? Как живешь?» «Дядя с тетей здоровы?» «А дядя, очевидно, все по-старому. С пчелами водится, да?» «Спасибо. Здоровый. Отец пчеловодствует. Я работаю в окружном комитете комсомола. В своем округе. Сейчас вот взял отпуск. Еду на недельку в Москву. Ха-ха. Понемногу лезешь в гору. Молодчина, Игнаша. Давно ты в комсомоле?» «С двадцатого года». «Да, и, очевидно, член партии. Кандидат». Так. Ушаков достал папиросы и, поглядывая на девочку, которую мать укладывала спать, предложил. «Пойдем на площадку, покурим, а?» «Пойдем, пойдем, брат, пойдем. Ой, как я рад, что мы встретились. Слушай, я сам себе не верю. Честное слово». Моряк шумно захохотал и дружески похлопал Ушакову по плечу. Тот поморщился и пошел к выходу. На площадке закурил. Сделав одну затяжку, Ушаков спросил, не глядя на брата. «Ты служил в контрразведке у белых?» Моряк деланно захохотал и обнял Ушакова за плечи. «Что это?» «Допрос». «Ответь, я спрашиваю». «Изволь». «Ну, служил». «М-м-м, а сейчас ты под своей фамилией живешь?» «Нет». «Помолчали». «А где ты сейчас служишь?» «Во флоте?» «Видишь ли, я служил в торговом флоте. Работал в порту. Так сказать, сухопутный моряк. По некоторым причинам пришлось уехать с юга. Но почему ты об этом спрашиваешь?» «Потому что тебя разыскивает ГПУ». «Вот как». «Да, брат, так. Что же, они ищут по пустому следу? Я же не был на родине восемь лет». «Да нет, просто справлялись, не был ли ты за эти годы дома?» «Спрашивали об этом у меня. Я не знал, что ты служил в контрразведке. Одно время у нас ходили такие слухи, что ты был убит в бою под Великой Княжеской, что ли. Ну, это в начале восемнадцатого года, когда ты ушел из добровольческой армии. Тебя все считали покойником до тех пор, пока ГПУ не открыло, что ты герой контрразведки, так сказать, искоренитель крамолы. Ушаков едко улыбнулся и посмотрел на брата в упор. Тот, попыхивая дымком папиросы, смотрел в окно. Узкие черные глаза смотрели строго, а по казенному сжатые губы чему-то чуть приметно улыбались. «Скажи, каким ты образом попал в контрразведку? Что тебя принудило?» «Да, я слышал, что ты в Слободе-Макеевке перевешал чуть ли не двадцать человек за подозренных в сношениях с большевиками». «Правда это?» Побарабанив по стеклу пальцами, осторожно, словно ощупью подыскивая нужные слова, моряк заговорил. «Если хочешь, выслушай». К концу семнадцатого года у меня не было никаких политических взглядов и убеждений. Я был таким, какими были тысячи полуинтеллигентных людей. Не нравились мне большевики, не нравились и белые. С Германского фронта я попал с эшелоном солдатцевой дивизии в Ростов-на-Дону. Оттуда поехал к товарищу в Новочеркасск. Там вступил в добровольческую армию. Это получилось как-то против моей воли. Просто был патриотический подъем, и я под влиянием этого подъема пошел с Корнилову. Под Великокняжеской я был ранен, упал в тыл, отлеживался в госпитале. Когда я выздоровел, мне предложили работать в контрразведке. Но это неправда. Это ложь, что я активно боролся с большевиками. Я был пешкой. Мною двигали силы сверху. И неправда также, что я в Макеевке вешал мужиков. Вешали их казаки. А я никакой роли в этом не играл. Ну, дальше совсем обычная история. В конце концов, я изверялся в правоте дела защитников единой неделимой. Я увидел всю грязь и решил порвать с прошлым. Когда белые уходили из Крыма, я остался. Но я не мог открыть свою фамилию, иначе бы меня расстреляли. Поэтому я скрыл свое прошлое. В то горячее время это было нетрудно сделать. После этого я стал работать в порту, где встретился с милой, славной девушкой, на которой женился. Как видишь, сейчас у меня ребенок. Моряк. Я счастлив. И потом стараюсь искупить свою вину. Я думаю, что ты окажешь мне братскую услугу и не станешь об этом больше вспоминать. «Ты ошибаешься», — сказал Ушаков и нервно мотнул головой. «Я должен заявить о тебе». «Словом, ты хочешь меня предать?» «Ой, не говори громких фраз. Я должен сделать то, что на моем месте сделал бы любой честный человек». «Да». «А у меня жена, ребенок, а это не имеет отношения к твоей прошлой деятельности». «Игнаша, эх, Игнаша, а ты помнишь, как мы росли вместе? Ведь я же был старше тебя, и твоя мама поручала мне следить за тобой. Помнишь, как мы, бывало, бегали в степь разорять гнезда скворцов? Ты же был такой сердечный, мягкий, мягкотелый. Плакал, когда я доставал птенчиков. Да, теперь не то. Не то. Я вижу, у тебя хватит смелости разорить человеческое гнездо и оставить моего ребенка сиротой». «Ну что ж, ладно. На следующей станции можешь заявить в ГПУ». Он замолчал на несколько секунд, а потом снова начал. «А ведь ты понимаешь, ты понимаешь, о боже, ведь у меня же ребенок. Ты понимаешь, ведь он же умрет с голоду, если меня». Моряк закрыл лицо ладонью и задрожал. Ушаков, чувствуя приступ непрошенной жалости и слез, быстро прошел в вагон и сел у окна. «Так ли я поступил?» «Быть может, он правда изменился». Он искоса взглянул на разметавшуюся во сне девочку. Вот он, живой упрек будет. «О, черт, как это все гнусно!» «Умолчать разве?» Через минуту в купе вошел брат. Не взглянув на Ушакова, он стал собирать вещи, потом нагнулся над спящей девочкой и тихонько погладил ее по головке. Ушаков отвернулся. Моряк, обратившись к нему спиной, совал в карманы своего белого кителя какие-то бумаги. «Выйди ко мне на минутку!» Ушаков крупными шагами вышел, почти выбежал на площадку. Брат шел за ним следом. Остановились возле окна, у которого десять минут назад происходил разговор. «Вот что, Владимир, я решил умолчать». «Спасибо. Надеюсь, этим исчерпан наш разговор». «Спасибо, Игнаша. Я знал, я знал, что ты не станешь Иудой. Спасибо. И ты знаешь, что без меня семья пропала бы с голоду. Я один, кроме вашей семьи, у меня нет родни. У жены тоже. Кто и дал бы кусок довольна об этом? Иди в вагон, сейчас будет станция. Ты, ты иди, ты иди, а я зайду сейчас в уборную и умоюсь. Мне стыдно сознаться, что я разрыдался, как мальчишка после нашего разговора. У меня рожа припухла. Прошу тебя, жени об этом ни слова. Ушаков не спеша прошел в свое купе и, прислонившись лбом к оконному стеклу, стал смотреть на кирпичные корпуса станционных построек. Поезд остановился на несколько минут. Потом снова затороторили колеса, постепенно учащая бег. Проснувшаяся девочка разбудила мать. Та присела на лавке и спросила Ушакова, «А где же ваш брат?» Володя хотел умыться, у него что-то голова разболелась. Прошло минут десять, Владимира не было. Ушаков пошел посмотреть. В уборной было пусто, на площадке тоже никого не было. Недоумевая, он вернулся в купе. «Вы ничего не поручали мужу купить?» «Уж не остался ли он на станции?» «Ха, какому мужу?» «То есть как какому?» «Про кого вы говорите?» «Странно, право, я говорю про Владимира, брата. Женщина сначала недоверчиво оглядывала Ушакова, потом искренне рассмеялась. «Уж не считаете ли вы меня всерьез с женой вашего брата?» «Сквозь смех выговорила она. Что вы этим хотите сказать?» Женщина, улыбаясь, пожала плечами. «Неужели вы не поняли, что это шутка со стороны вашего брата? Притом шутка неумная. Да что вы так на меня смотрите?» «Но ведь ваша девочка называла его папой. Ну и что же, ваш брат, как только сел в вагон, начал ее баловать сладостями, шалить с ней. А вы знаете, как дети привязчивые? Но она очевидно нашла, что ваш брат похож на ее отца и стал называть его папой. Я вместе с ней много смеялась над этим». «Но позвольте, ведь он же мне говорил серьезно». Женщина снова посмотрела на Ушакова. «А, вот как! Разве он вам не объяснил, что это просто шутка? Мой муж служит в Москве, и я еду к нему». Она отвернулась, считая разговор оконченным, а Ушаков растерянно потоптался на одном месте и снова прошел в уборную. На полочке возле умывальника он увидел клочок исписанной бумаги. Машинально взял его в руки и прочел четко набросанные чернильным карандашом строки. «Спасибо, Игнат, за твою доброту. Ты остался тем же сердечным мальчиком, каким был в дни нашего детства. Но, несмотря на это, я все же считаю за лучшее благоразумно ретироваться, пока не обнаружился обман с семьей. О жене не беспокойся. У нее есть подлинный муж в Москве, какой-то помбух. Он обеспечит ее будущность. Спасибо еще раз. Может быть, встретимся когда-либо. Извини, что я устроил эту мелодраму. Я травленный волк и знаю, что в наше время не только двоюродному брату, но и отцу родному доверяться нельзя. Прими и пррррррр. Ушаков с залпом прочитал оставленную записку и боком вышел из уборной. Через полчаса поезд остановился на станции. Ушаков, морщись как от сильнейшей зубной боли, выбежал из вагона и, увидев малиновую фуражку агента ГПУ, направился к нему. Продолжение следует...